Принесите извинения. Почувствовали, что вы виноваты, приносите извинения. Извините, пожалуйста, что так вышло. Извините, пожалуйста, что наша компания оказалась виновником этой ситуации. Извините, что по нашей вине у вас сломалось то-то, то-то, то-то. То есть надо признать свою вину и принести извинения. А что делать, если вы видите по рассказу собеседника, то что, скажем, вина вашей компании или вашей стороны, мягко говоря, не очевидна. Бывают такие ситуации, когда надо бы разобраться тщательнее. Вот тут очень важный момент. Дело в том, что у человека возникли негативные эмоции. А если они у него возникли, эти эмоции для него абсолютно реальны. И он принес их к вам. С его точки зрения, да, эта проблема скорее ваша, раз он пришел к вам. Вы же, ну, так сказать, вот, владея какими-то навыками переговоров конструктивных, видите, что ситуация не очевидна. Там человек, условно говоря, сам что-то неправильное сделал, может быть, нарушил инструкцию. Может быть, они там нарушили какой-то порядок действий. Да, то есть, по крайней мере, не очевидна ваша вина. Надо объективно подходить к ситуации. Но эмоции человека уже есть негативные. И вот тут какая стандартная ошибка? Заметив огрехи в логике собеседника, переговорщик зачастую радостно начинает припирать его в стенки. Типа, вот тут еще треба разобраться, да, не так все просто. То есть, таким образом, он фактически что этим делает? Он шельмует, что ли, дискредитирует те эмоции, которые испытал собеседник. Фактически, как бы, заявляя тому человеку, что, мол, вы неграмотны, вы некомпетентны, вы тут непонятно совершенно чего раскипятились. То есть, это очень страшно. Когда человек уже испытывает какие-то эмоции, если другая сторона дезавуирует эти эмоции, то это для человека очень большое оскорбление, как бы, да. И он, ну, не надо ожидать, что он успокоится. Ну, поскольку мы хотим, как бы, ситуацию разрешить конструктивно, напомню, не забывайте об этом, да, то мы должны помочь человеку, как бы, войти в согласие со своими эмоциями, признать его право на эмоции. На эмоции. Понимаете, признавая право человека на эмоции, это фактически равносильно тому, что вы признаете какой-то ураган, да, но он уже есть. Понимаете, откровенно говоря, урагану все равно, признали вы его или нет, как тому дождю. Он все равно дует. Так же и человек, раз у него есть эмоции, то ему, по большому счету, все равно, признали вы их или нет, эмоции есть. Поэтому признайте их, хуже от этого вам не станет. Как это сделать? Напомню, что если мы виноваты, то мы признаем свою вину. Ну, а если мы не виноваты, неужели надо брать на себя вину? Ответ, конечно, нет. И когда мы не виноваты, то мы вместо признания вины выражаем сожаление по поводу случившегося. Если в первом случае, когда вы видите, что вина вашей компании или ваша, вы говорите, простите, пожалуйста, извините, что так произошло, извините меня за эти события, я был в этом виноват, да, то есть вы приносите извинения. Во втором случае вы выражаете сожаление. Вы говорите, мне очень жаль, что эти события вызвали ваши эмоции. Мне очень жаль, что произошла эта авария. Мне очень жаль, или я очень сожалею, что произошедшие события вызвали там срыв производственного плана. Я очень сожалею, что падение продаж там, или неподвоз товара вызвал падение продаж. То есть вы не приносите извинения. Вы выражаете сожаление. Ну, почему бы не выразить сожаление по поводу неприятности, которые произошли у субъекта, правда? Кстати, для вашего партнера это звучит почти одинаково, но не приводит к тому, что вы как бы берете на себя вину. То есть иногда говорят, ну он же подумает, что мы виноваты. Нет, он не подумает, что вы виноваты. А если и подумает, вы объясните ему разницу. Вы можете сказать, уважаемый господин такой-то, или госпожа такая-то. Я выразил сожаление по поводу происшедшего, но я не принимал на себя вину по поводу происшедшего. Нам, ну, целесообразно, наверное, вместе разобраться, что произошло, и тогда уже будет более понятно. В данном ситуации, мне кажется, не совсем очевидно, что происходит. Понимаете идею? То есть таким образом вы, как бы, вы помогаете из человека выдавить эмоции, чтобы потом с ним обсуждать какие-то решения. В чем проблема? Потому что пока у человека кипят эмоции, он не способен на конструктивный диалог. И, значит, ваша задача для ликвидации конфликта из человека, ну, как бы, выдавить, выплеснуть все эмоции. Для чего, как говорится, все средства хороши. Таким образом вы не берете на себя чужих проблем, но и не мешаете человеку, как бы, испытать какие-то эмоции. Очень интересный прием. Ну, и, наконец, спросите, какой выход предлагает партнер по переговорам. Очень интересно. Да, обычно мы торопимся предлагать что-то сами. Я бы на вашем месте не спешил. Для начала спросите, что человек предлагает, как он хочет, чтобы разрешилась ситуация. Что, по его мнению, следует предпринять? Не используйте слово вины. Часто можно спросить, какое решение, с вашей точки зрения, будет являться справедливым. Да, какое решение вы бы хотели. Да, что бы вы хотели, чтобы мы предприняли для ликвидации проблемы. Да, то есть всегда можно спросить у человека, что он хочет. Кстати, очень часто бывает, что если мы правильно проделали предыдущие шаги, то материальных претензий у человека немного или вообще нет. Он настроился на драку, на атаку. И когда мы помогли ему спокойно как бы слить, как бы, из крантика собственные эмоции, то человек оказался, в общем-то, достаточно умиротворенным. Часто он не имеет никаких материальных притязаний. И в лучшем случае, в худшем, вернее, если он даже имеет материальные притязания, то он способен теперь конструктивно их обсуждать. Что же делать дальше? Ну, вас эта ситуация либо устраивает, либо нет. Кстати, часто почему так важно взять у человека его предложение? Дело в том, что если человек умиротворен, вы из него сдаили эмоции, то зачастую его предложение намного лояльнее, чем вы хотели ему предложить. Часто предложения умиротворенного человека более щадящие, более низкие по издержкам, чем то, что вы были готовы предложить, чтобы конфликт урегулировать. Ну и, наконец, несколько дополнительных подходов, которые помогают эту ситуацию нормализовать. А именно, обращайтесь к фактам, сообщите о вашем восприятии собеседника, его чувств, установок, эмоционального состояния. Сообщите о своем эмоциональном состоянии, опишите переживания, возникшие в ходе разговора. Мне очень неприятно было его узнать, ну и так далее. И используйте подход с позиции «мы». Наверное, мы сможем найти решение. Наверное, мы сможем договориться. Кстати, если человеку иногда говорят, ну да, мы его спросим, что он хочет, а он такое заломит. Ну, во-первых, заломить он может, никто не сказал, что мы обязаны соглашаться. Есть нормальное ведение переговоров, торговля, в конце концов. Кроме того, мы всегда можем попросить человека обосновать свое мнение. Мы можем использовать гавардскую методику, чтобы предложить совместный выход из ситуации, какой-то совместный подход. Дело в том, что когда у человека эмоции уже слиты, у него способен работать логический блок, установлен межличностный контакт, и с ним можно вести конструктивные переговоры, применяя все остальные методики. Пока у него кипят эмоции, это достаточно бесполезно. Стандартная ошибка тех, кто пытается работать в конфликтах, они затыкают рот нападающему, и потом предлагают решение. Дело в том, что какое бы решение вы не предложили, пока человек не слил свои эмоции, ваше решение будет преждевременным, и человек на него не согласится не потому, что оно несправедливое, а потому что он воспринимает ваше предложение как попытку ему заткнуть рот. Куда же ему девать ваши эмоции? Он готовился к конфликту, он там бурлил, он готовил какие-то эмоции, а тут вы ему одним махом, встречным предложением заткнули рот. И человек часто отвергает самые разумные предложения именно потому, что как бы чувствует себя оскорбленным, его не додоили. Вот такая вот интересная идея. Иногда, конечно, возникает вопрос, что же в конечном итоге вам предлагается? Иногда даже звучит такое опасение, не предлагается ли вам стать роботами какими-то? Что же такое-то? Как это события нейтральны? Как это не испытывать эмоции? Вам не предлагается не испытывать эмоции? Вам предлагается, может быть, не спешить испытывать эмоции?